Я хотел бы, чтобы это слово, которое вы сейчас услышите, оно настроило ваши мысли полностью осознать причину и важность, почему мы это делаем. Но для того, чтобы вас больше вовлечь в этот процесс, я хотел бы вам представить всего 3-4 стиха и предложить вам сделать проповедь. Вы такого задания не ожидали, но поверьте, если вы это сделаете, вы запомните это намного лучше. Я скажу три простых пункта, они будут очень простыми. Но, прочитав текст, попробуйте сами найти три пункта из тех слов, которые Иисус Христос сказал. И повторю, вы запомните это послание намного больше. Итак, попробуем. Вы попали на курсы проповедника. Читаем Матфея 26 глава с 25 по 30 стих. Слушайте внимательно. Иисус, взяв хлеб, и благословив, преломив, и раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И взяв чашу, и поблагодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов». И дальше написано, «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Представьте себе, что вам нужно через три минуты выйти на сцену и дать три пункта проповеди, которые вы, по тексту, который вы услышали. Можете ли вы хотя бы мысленно в течение 30 секунд попробовать найти три главных мысли, которые Иисус Христос сказал по теме причастия? Попробуйте подумать. Итак, первый пункт. Иисус в этих всего лишь три-четыре стиха, первый пункт, Он объясняет, что такое причастие. Второй пункт, Иисус призывает всех в нем участвовать. Третий пункт, Иисус говорит о результатах. Какой будет эффект, если вы будете участвовать в этой святыне? А теперь подробней по каждому пункту. Итак, первое. Иисус объясняет. Он говорит, что такое хлеб, значение, что тело мое – это хлеб, это символ. Символизирует, показывает символически. Дальше. Иисус объясняет, что такое чаша, вино. Снова объясняет, что это символизирует мою кровь. Для нас, знающих, оно звучит как бы банально, знакомо и так дальше. Но я хочу, чтобы вы все осознали, что ученики это слышали впервые, первый раз в жизни. Для них это взрывная новость. What? What do you mean? Дальше Иисус говорит о каком-то контракте, завете. Снова Иисус объясняет. Хотя это объяснение, оно звучало, вот я сейчас прочитал, сколько это заняло? Две минуты. Иисус им объясняет, говорит, это завет, это контракт. Это другой уровень отношений. В каждом слове много веса. В каждом стихе очень глубокий смысл. Дальше Иисус объясняет, это больше говорит английский перевод, что это заменяющая жертва. То есть, кровь Иисуса Христа, Его смерть на кресте, это заменяет. То есть, я вместо вас буду наказан. Вместо ваших ошибок я возьму наказание. За ваши грехи я буду наказан. Я пострадаю. Я заплачу не долларами, но кровью. Дальше. Ученики, слыша эту новость впервые, представьте, сколько нужно уважения и веры, чтобы поверить и сделать то, что Он сказал. Если бы сегодня любой человек пришел и сказал, что кровь Иисуса Христа, это и придумал какой-то символ, или там еще что-то сказал, вот, видите, вот мои туфли, они символизируют то и то и то. Кто-то поверил бы, кто-то улыбнулся, кто-то бы сказал неудачное сравнение. Но здесь вопрос, кто сказал. Насколько нужно этой личности верить, доверять, убедить потом все поколения, всех верующих, всех, кто станет учеником Иисуса Христа, всех убедить. Вот это точно правда, вот это истина, вот это нужно делать и никогда не забывать. Это не просто получить информацию, а быть настолько убежденным, что в этом есть сила, смысл, что потом все поколения, сколько верующих было после апостолов, до сих пор делают то, что Иисус Христос им когда-то объяснил за две минуты. Так, первое, Иисус объясняет, что такое причастие. Второе, Иисус призывает участвовать всех. Если вы обращали внимание, Он говорит, «Сие есть кровь Моя Нового Завета, пейте из нее». Дальше какое слово? «Все». Вот это слово «все», оно, то есть имеется в виду «мои». Все мои люди, мои ученики, все, кто со мной в Завете, все, кто не просто называется, но действительно есть верующий человек. Для вас это крайне важно. Все. Все участвуйте. Дальше в других местах Писания мы также знаем, что Иисус говорит, если, снова подчеркивается важность, призыв, участвуйте. Если не будете, Иоанна 6 глава, если не будете есть плоти Сына Человеческого, если не будете пить крови Его, что дальше написано? Не будете иметь жизни, а как хочется жить. Все плохое забыть. Улыбаться и не притворяться. Если не будете вот это принимать, не будете иметь жизни. Остановимся только на этом. Просто жизни. Правда, хочется иногда просто вот спокойно пожить, нормально пожить, просто жить. Мы сейчас даже не говорим о вечности. Это сказано чуть дальше. Просто жизнь. У многих людей она объясняется, определяется по-разному. Но здесь Иисус Христос говорит, смысл жизни. Снова, какая одна фраза, кажется. Но сколько там смысла и глубины. Если не будете, не будете иметь жизни. Сколько ты бы не заработал денег. Кажется, нет жизни без денег. Нет. У людей, у многих есть деньги, но жизни нету. Нету смысла. Нету радости. Нету полноты. Всегда какой-то поиск до тех пор, пока человек не найдет то, без чего он не может никогда быть счастливым. Это настоящее отношение. Не просто религия, а отношение с живым Господом. Дальше. Дальше. В этом же стихе продолжение мыслей. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Представьте себе человека, который ходит в церковь. Ходит давно. Либо смотрит онлайн. Либо посещает, уважает. Ему нравится музыка. Ему все нравится. Но не принимает святое причастие. Он абсолютно лишен вечной жизни. В этом отрывке подчеркивается еще раз, как важно для каждого верующего принимать святыню. Очень важно. А иначе зачем эта игра? Зачем игра вот в эти сказки, церкви, какие-то посиделки, игралки? Зачем? Кому? Что мы? Кого мы пытаемся впечатлить? А если мы верим в жизнь вечную, то эта часть неотъемлема. Просто неотъемлема. Неотъемлемая часть. Можно без музыки и можно без воскресной школы, но без этого нельзя. Апостолы настолько поняли смысл этого, что написано Диане 2 глава, они постоянно, регулярно пребывали в чем? Первое, в учении, то есть Слово Божие. Это было постоянно, это регулярно, это первая основа, это Слово Божие. Это то, что трансформирует, меняет, утешает, вдохновляет. Постоянно пребывали в учении. Дальше. В чем они еще пребывали постоянно? Вспоминайте, вспоминайте. Второе, они постоянно пребывали в общении. Вот почему домашние группы очень важны. Кто-то может сказать, да, домашние группы, я лучше на Ютьюбе послушаю проповедь. Нет, друзья, они были в общении. Вот почему я вас вдохновляю стать частью домашней группы, такой маленькой, как делали апостолы. Это стоит второе в списке, в общении, общении в правильной компании, с правильными людьми, среди верующих. Третье, что третье в списке стоит? Четвертое в преломлении хлеба. Четвертое в молитвах. И пятое хваля Бога. Вот пять основных принципов, как должна действовать и жить любая церковь. Независимо стиль, форма, какого стиля музыка, какого жанра там, как зал украшен. Это уже все второстепенно. Но вот эти пять столбов должны быть в любой христианской церкви. И дальше, друзья, переходим с вами к третьему пункту из того, что Иисус Христос объясняет. Это результат. Если мы правильно поняли то, что Иисус пытался объяснить, если мы полностью осознали то, что Иисус пытается научить, если мы поняли дух Евангелия, то первый результат влияние слов Христа, кто помнит какой? Когда Иисус только начал говорить о своих страданиях, когда Иисус только начал объяснять, что Ему предстоит умереть, вот эта вечеря, какая была реакция людей, которые слышали это? Не я ли, Господи? Вот самое настоящее, самое реальное, самое точное попадание слова в сердце, слово Божье. И как только оно попадает в твой дух, открытый дух, сразу же начинается процесс необвинения всех виноватых в твоем мире, в твоей семье, в твоей работе, в твоем коллективе. Но человек сразу трансформируется и начинает думать о своих ошибках, о своих недостатках. Сам человек, я думаю, не очень способен это сделать. У нас рефлекс автоматический, жена виновата, всегда он во всем виноватый, всегда босс виноват, всегда рабочий виноват, коллеги, соседи, верующие виноваты, кто угодно, но не я. Но как только звучит слово, реакция человека, первый результат, эффект, не я ли виноват, может быть проблема во мне. Самоосуждение, это как раз и есть часть причастия. Помните, написано в Писании, каждый пусть испытывает себя, каждый пусть анализирует себя. Это трудно делать. На практике звучит красиво, то есть в теории звучит красиво, на практике очень тяжело. Второй результат, это влияние на внутренность человека. Не на внешность, вот этот весь процесс причастия, оно влияет не на внешние факторы, в первую очередь оно влияет на внутреннее. И какой же результат, я его называю, результат был достаточно музыкальным. Я думаю, музыкантам эта мысль понравится. Вы никогда не задумывались, Иисус пел или нет? А кто знает, каким голосом? Первым, вторым. Но здесь мы точно знаем, что Иисус Христос пел. Потому что самое последнее, что я прочитал, написано последний стих. И, воспев, пошли на гору Илеонскую. Это был сразу результат после их вечери. После принятия хлеба и вина. Друзья, обратите внимание, что влияние на дух, влияние на сердце. Поверьте, что очень тяжело петь, когда у тебя нет настроения, когда у тебя куча проблем. Мы иногда поем такие песни, что они никому не нравятся. Они такие минорные, такие грустные. Обычно там только бу-бу-бу, все виноваты. И кажется, ну зачем такое? Оно не получается. А когда Дух оживает, человек начинает петь другие песни. Хотя Иисус шел же навстречу страданиям, но все равно Его сердце, Его Дух, не только Он, а все, которые были с Ним, они что-то пережили, они начали петь. Оживает Дух. Вот это результат причастия. Ну а второе, друзья, еще одна маленькая деталь. В таком коротком отрывке, знаете, какая деталь? Они пошли, куда? Я хочу обратить ваше внимание, под гору. Так написано. Низ горы начали катиться, катиться и летишь, уже глаза закрыл, летишь, летишь, уже порванный, драный, летишь. Нет, они пошли не по ровной дороге, пошли под гору. Вот это результат. По жизни идти трудно. По жизни идти очень тяжело. Я уверен, что вы с этим сталкивались. Но когда ты правильно понял, когда ты осознал, что делает Иисус Христос в твоей жизни, какую силу и власть имеет кровь Христа. Дальше написано, что кровь проливалась в оставление грехов. В английском написано for the forgiveness of sins. Прощение грехов. То есть мы настолько люди часто согрешаем, обижаем других людей, насколько мы недостойны, а скорее всего достойны наказания. Но Бог снова и снова дает шанс, снова и снова дает милость, снова и снова показывает, моя кровь за тебя проливалась. Если ты осознаешь это, ты дышишь, ты ходишь, все, что ты имеешь, это потому что я, любящий Бог, я в твоей жизни показываю самое главное, самое ценное. Вот почему причина для песни, вот причина для песни. Смысл жизни не только на земле, но и в вечности. И если ты поверишь этим словам, если ты поверишь этому смыслу, если ты его примешь всем сердцем, ты будешь не просто реагировать правильно, дух начнет петь, ты пойдешь, даже если и под горку, пойдешь, потому что дух твой живет. Вот две минуты Иисус сказал вступление, а можно о нем рассуждать днями, часами, какое значение и глубину имеет причастие. Итак, дорогие проповедники, три пункта мы с вами сегодня прошли. И в коротком отрывке можете дома читать и рассуждать, это Матфея 26 глава, 25 по 30 стих. Иисус объясняет, Иисус призывает и показывает результат, эффект. Сегодня это возможно и для тебя, брат и сестра, я вас благословляю. Иисус призывает и для тебя, брат и сестра. Иисус призывает и для тебя, брат и сестра. Продолжение следует...